здравствуйте дорогие друзья на библейский портал x get пришел интересный вопрос копить деньги на всякий случай грешно вот на всякий случай наверное не стоит сам спаситель говорит в притче о некотором безумном человеке душу которого собирались взять накануне того дня когда он собирался свои малые житницы разрушить и построить новые есть пить веселиться радоваться жизни поэтому такое собирание средства а пусть лежит на хозяйстве пригодится а уж тем более на черный день но попахивает некоторым недоверием богу ну да богом конечно верим большому за все спасибо но день с денежками как-то поувереннее будет на богу надеемся сами не плашаем и все такое а ведь обстоятельства жизни складываются часто так что ты все отдаешь как-то женщина расточившая все свое имение на врачей в течение 12 лет исцелившийся только тогда когда с верой прикоснулась к одежде христа так часто в нашей жизни бывает собираем собираем но надо же лечиться надо врачей надо образование надо того надо сего вот и бога забываем пуш нами без него как бы неплохо связи деньги мы надеемся на них ну-ка бы на бога тоже но больше на них это некрасиво и господь неоднократно нам попускает впасть такие обстоятельства когда мы понимаем что если не бог на первом месте то ничто больше тебе не поможет в этом плане человек не богатый в лучших отношениях с господом богом нежели человек уже всего достигший которым бог уже как бы не сильно то и нужен мы что простые люди ветхозаветные нам чаще бог нужен как средство а не как цель мы ценим его постольку поскольку он помогает нам решить наши земные проблемы материального характера душевного или даже духовного но наши проблемы даже вопрос спасения это тоже то в чем господь помогает а вот любить его бескорыстно просто потому что он есть молодыка неба и земли наш творец наш отец любящий нас больше всех мы его как не сильно познаем вот таким настоящим как бога в себе и отношения бескорыстные с ним не очень ценим может быть до него да это до этого уровня тоже дорастем как-нибудь но пока все-таки у нас отношения весьма такие простые хозяйственные так что же теперь делать сразу все тратить что есть надо правильно относиться к любому накоплению ведь большинство вещей которые нам нужны стратегической перспективе они стоят не то что больше чем зарабатываем за месяц чаще это стоит больше чем зарабатываем за 10 лет дом квартира автомобиль а когда у тебя пятеро детей тебе уже нужен микроавтобус и так далее нет предела совершенству и становится конечно вопрос накопления поэтому когда цель есть ты понимаешь к чему ты идешь то почему бы и не накопить пусть уже кто занимается финансовой грамотностью вам расскажет как лучше это осуществить только конечно не слушайте всяких мошенников которые предлагают вам умножить ваш капитал в шесть или в 600 раз через криптовалюты или вложение в какое-то очень выгодное прибыльное дело если он кто-то обещает больше 10 процентов годовых таки знаешь что что-то здесь не то я конечно говорю о пассивном доходе активный доход такой серьезный бизнес и предпринимательство конечно даст он большим ну при конечно большем уровне трудозатрат и времени усилий и рисков конечно потому что можно остаться не то что без ничего туда же в долгах так что я бы хотел пожелать стараться жить так чтобы не жить в кредит если бы господь если вам господь денег не дал на то ли иное то значит не время считать что нет воли божьей подождите подкопить но ничего пока там что пока справитесь мы конечно совершенно безвыходной ситуации ну допустим батюшку отправили из города с тремя четырьмя детьми на сельский переход в 100 километрах от города где нет ни больницы низов ни стоматолога конечно без автомобиля уже не справиться если тебе никто не может подарить одолжить тоже приходится кредиты брать из них выходить вот но покупать новый телефон в кредит под сто процентов годовых по сути потому что пришла новая модель а с этой я уже три года хожу то так конечно не надо вот ну и помните что просто класть деньги под подушку тоже несколько бессмысленно потому что у нас рыночная экономика а рыночная экономика неплановая государстве которое строго контролирует курс валюты инфляция одно из естественных следствий этой экономики поэтому то что вы сегодня отложили концу года может и бесценится если не в два раза то процентов на 15-20 это точно поэтому тоже будьте аккуратны своих накоплениях вот и главное просто не прикладывайте к этому сердце вот очень важно то есть если вы чувствуете что вас достаточно накопили для того чтобы чувствовать себя спокойней с деньгами чем с господом богом то значит у вас несколько плохо настроена система ценностей вот если бог будет на первом месте все остальное будет на своем течет богатство говорит пророк давид не прилепляйте сердца вот и откладываете на как конкретные какие-то покупки они просто так на черный день он может никогда не наступить а когда наступит так вас уже 300 лет как похоронят будьте здоровы изучать финансовую грамотность на бога надеетесь но помните что под лежачий камень вода не течет внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео